Новости индустрии Что ты такой, что про него сказал Кезару, мы сегодня и поговорим. Также скажем пару слов про состояние дел в чартах, где Инстасамка и Ленинград не смогли таки занять первую позицию. Ну и обсудим другие важные инфоповоды. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем, поехали. Не так давно Кизаро в своих социальных сетях сообщил, что его новые треки начнут выходить, начиная с 22 ноября. Сначала появится вот этот фит. Позже мы услышим вот этот трек, с которым Олег решил залететь в ТикТок. Шаг, 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 слай, слай, слай. Впрочем, это не все новости. 8 ноября Кизаро вышел в прямой эфир, чего не делал прямо очень уж давно. Там он рассказал многое. Например, про предполагаемую дату выхода второй банданы. Ждать которой осталось не так уж и много. На том же стриме Олег рассказал и про альбом, который он писал 3 года. Его тоже долго ждать не придется. Вообще, медийная активность Кизару заметно повысилась, и он решил развить этот успех, сделав вот такую пародию. Какой чудесный день. Прекрасный. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Наверное, вы все поняли, кого здесь имел в виду Олег. Очевидно, что это пародия на Николая Василенко. Чуть позже СМИ даже разнесли вот такую цитату Кизару, хотя сказать точно, где же она появилась, мы не можем. Вот какие слова приписывают Олегу. Один я не понимаю, зачем нужен Николай Анатольевич и его контент. Может, мне тоже надо у солнышка постоять и поулыбаться. Если такие видео помогают людям забыть их проблемы в жизни, значит, у них проблемы не в жизни, а с башкой. Траблы надо решать, а не забывать. Но на кого так ополчился Олег? Человек-антидепрессант, живое воплощение лавандового рафа и ромашкового чая, а также амбассадор добра в России. Так в Рунете прозвали ростовского бизнесмена Николая Василенко. Видео с улыбчивым предпринимателем-эстетом, который призывает всех радоваться жизни и ценить каждое мгновение, заполонили соцсети россиян посреди осени и моментально превратили его в новый мем. Одни восхищаются Василенко и умоляют его раскрыть секрет постоянного хорошего настроения. Другие упражняются в остроумии под его роликами. А у некоторых всегда безмятежный и счастливый бизнесмен вызывает подозрения. Как мне хорошо. Как хорошо на солнышке. Пускай это будет еще 10 секунд, 20 минутку. Тучки, тучки бегут, бегут. Ветерок гонит эти тучки невзгод. И дай бог, солнышко не закроет их. Вернее, тучи не закроют солнышко. Имя Николая Василенко не впервые гремит в прессе. В 2000-е он нередко становился героем статей за своей предпринимательской деятельности. Тогда он был известен не как король Рилс, а как крупный производитель водки и совладелец компании Регата. А в конце 90-х Василенко со своим бизнес-партнерами занялся производством алкоголя, причем в расчете на рынок США. С этим направлением его деятельности связан один яркий случай. В 2002 году предприниматель пообещал засудить американскую кинокомпанию Columbia Pictures за то, что в боевике 3XA злодей в больших количествах пьет водку его бренда. По данным ростовских СМИ, сейчас покоривший соцсети предприниматель уже не занимается Регатой, работает с арендой недвижимости и является совладельцем элитного ресторана Онегин Дача в Ростове-на-Дону, который посещает вся местная богема. Сегодня визитная карточка Николая Василенко – это видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям. Таких роликов в его аккаунте довольно много, и они весьма похожи друг на друга. В подобных видео он обычно немного рассказывает о погоде в городе и желает подписчикам хорошего дня. При этом он всегда безмятежен, щегольски одет и улыбчив. Вот такой новый опки Заро. Красивый солнечный день И облака, облака Хороший день Легко улыбаться, когда солнышко Легче, чем тогда, когда пасмуре наверху Хочется улыбаться Давайте взглянем на состояние дела в чарте Apple Music в России. Пятница не смогла похвастаться большим количеством новых релизов. Поэтому ситуация в чарте в сравнении с прошлой неделей глобально не изменилась. Но за лидерство завязалась нешуточная борьба. На первую строчку претендовали две новинки. Это альбом певицы Мона и совместный релиз Инстасамки и Ленинграда, Бумеры и Зумеры. Последняя пара хоть и стартовала с первой строчки, но к понедельнику уступила ее Моне. В записи ее альбома Дневник памяти поучаствовали завсегдаты и чартов Макан, Геопика и Навай. На девятой строчке оказался саундтрек к мультсериалу Arkane во вселенной игры League of Legends. Второй сезон Arkane стартовал на Нетфриксе на выходных. Херон Вотер обрел первую популярность благодаря песням, напичканным панчлайнами в онлайнерами разной степени абсурдности. Но со временем его метод изменился. Песни стали работать иначе, приобрели глубину, стали более личными. Сваровский из этой же категории. Момент, когда оглядываешься назад, чтобы вспомнить, какой путь пройден. В клипе много спецэффектов и отсылка к мему с грузовиком, который все никак не доедет до столба. Но сердце ворует сцена, где кот дает Херону 5. Режиссером видео стал «Штат». Сваровский – это третий сингл в поддержку альбома «Одиссей», который должен выйти в ближайшее время. Тур Херон Вотера в поддержку релиза стартует через две недели. Ясми – энергичный новый МС из Петербурга. Выпустил совместный со Скриптонитом клип в городе Ветрино. В клипе также появляется «Обладает», который давно саппортит молодого коллегу. Это далеко не первый случай, когда Скриптонит залетает на фит к новичку. Можно вспомнить его недавние коллабы с «Холотосвек», «Оуджиминей», «Лил Кавказ» и другими. И это лишь несколько имен из длинного списка. Песня в городе Ветрино попала на сентябрьский альбом «Ясми» «Шоу Би-162». Кроме фита с Адилем, там также есть совместные треки с «Облой» «Сразу 2» и «Молодым Калугой». А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!